Бессердечных не бывает, считает Данил. Даже кукол. Сегодня ребята реабилитационного центра «Родник» делают крупенечку-зернушечку. Если не ошибаюсь, родилась принцесса, и ее назвали зернушечкой. Она была красивой, выросла красивой. Потом ее похитили. Морские ханы. Да, морские, татарские ханы. Потом ее, в конце концов, закопали, и выросла гречневый куст. И теперь это считается символом. Елена Александровна по профессии преподаватель точных наук. Но творческая искорка горела в ней всегда. Сейчас это уже огромный костер, у которого греется много детских сердец. Начали шить кукол. И не только кукол, но и всевозможные игрушки. На 8 марта шили дети своим мамам котят с сердечками. Они у нас пахли ванилью и корицей. Подарили мамы, были в восторге. Они даже не верили, что дети, их дети, сделали своими руками. А насколько были горды дети тем, что они смогли. И тем, что их оценила мама. Для них это было очень важно. И вот все поделки в дальнейшем, которые они делают своими ручками, умелыми, они предназначены, конечно, прежде всего для мам. Маленькие, они как вырезаешь, да, и накладываешь на них шерсть. И вот так вот делаешь, да. Да, потом шаблон, да. Ваш оборудок, да? Да, наш оборудок. Они как настоящие, только маленькие, да, получается? Да. А как они называются? Маленькие шептуны. А почему? Потому что они... Что вы дети? Ну, мы шепчете и загадываем жевание. И ложат туда монетку. Исполняется? Да, исполняется жевание. Пробовал, исполняется? Да. Ну, мы делаем картины из шерсти, кукол, валенки валяем, бусы. А тебе что больше всего нравится? Делать картины из шерсти. Эти картины сделаны из шерсти, причем она не приклеена, а просто разложена на подложке и прижата стеклом. Три картины сделала сама, принесла детям. Все, затаив дыхание, втрогали эту шерсть. Ну, очень приятные ощущения. И потом начали выкладывать. И меня удивляло, что дети наши почему-то лучше рисуют шерстью, чем красками и кисточками. Это намного легче оказалось. Да. Правда же? Да. Вот это просто удивительно. И каждая работа получается шедевром. Творческую деятельность Елена Александровна поддерживает руководство социально-реабилитационного центра. Помогают с материалами и направляют на участие в художественных конкурсах, где ребята занимают призовые места. Да и сами педагоги в свободную минутку с удовольствием берут мастер-классы у своей коллеги. Да, для самих педагогов, чтобы потом они уже это дальше продолжали делать с детьми. Я планирую открыть, наверное, все-таки онлайн-конференцию, где буду выкладывать мастер-классы, общаться напрямую. Зернушечку наполнили крупой. Каждый выбрал свою – рис, пшено. Владику по душе пришлась пшеница. А почему пшеницу? Мне так захотелось. Может быть, потому что из нее хлебушек петут, да? Да. Я люблю хлеб. Провела я за эти три года около 300 занятий. Прошли реабилитацию у нас около 50 детей, с которыми я занималась. И что самое для меня радостное, что дети, уйдя от нас, возвращаясь к себе в семью, продолжают творить. У меня две девочки, которые продолжают участвовать в конкурсе во всероссийских, международных, со своими картинами в технике «Шерстяная акварель». И периодически звонят, просят, чтобы я очередной им мастер-класс какой-то показала. Зернушечки готовы. Не похожие одна на другую, как и люди. Ребята дают им имена. Я бы дала, чтобы у меня имя было Вика. Я ее, знаете, назову? Как? Я ее назвать буду Ира. Здорово. А почему? Потому что у меня есть грезная тетя Оля, у нее есть Ира. Я называю ее Ирой. Здорово, им будет приятно. Несем добро, несем свет, несем любовь. Да, любовь. Да? Детяшка. Очень красиво, красиво. Красною. Нам ребята подарили две куколки-зернушечки. Сказали, что в каждой крупа, чтобы не было голода, монетка, чтобы не было бедности, и сердечко внутри, чтобы была живая. Сергей Григорьев, Елизавета Скрябина для программы «Городские вести». Игорь Григорьев, Елизавета Скрябина для программы «Городские вести». Спасибо.